Всем доброго дня, это Гелиосар и всеобщая история нового времени просто на пальцах. Параграф 26. Французская революция от монархии к республике. Какие основные положения Декларации независимости и Конституции США укрепляли демократию в этой стране? Ну, прежде всего, то, что источником власти был объявлен народ. Нет, не королевская власть, не монарх, не король, не парламент, а именно народ. Что это имеется в виду? Это означает, что какие-то большие изменения в Конституции, а вот это правило, оно записано в Конституции. Так вот, изменить Конституцию может не король, не парламент, а только народ на всенародном референдуме. Только так. Второе, конечно, это разделение властей. Также сильно укрепляли демократию. Что ж, все люди рождаются свободными и равными в правах, гласит первая строка знаменитой Декларации прав человека и гражданина, принятая 26 августа 1789 года учредительным собранием во Франции. Источником власти объявлялся именно народ. Отменялись феодальные, сословные привилегии. Декларация провозглашала право человека на жизнь, свободу, равенство. Свободу слова, печати, участие в принятии законов. Частная собственность объявлялась нерушимой и священной. До этого частная собственность была в основном для первого-второго сословия. А вот третье сословие далеко не всегда имело право на частную собственность и не во всем. Но в Париже все равно ситуацию, все эти законы, ситуацию с едой во Франции не поменяли. В Париже было голодно, хлеб сильно подорожал, его не хватало. Как известно, в 1889 году это были очень большие проблемы с заморозками и засухой. То есть еды было очень мало. У булочных выстраивались очень большие очереди. Иногда из-за хлеба возникали драки. Увеличилось количество безработных, рабочих, закрывшихся мануфактур, слуги, уехавших из Парижа, аристократов. Среди женщин, больше всего страдавших от стояния в очередях, возникла идея похода на Версаль с тем, чтобы вернуть короля в Париж. Кроме того, распространился слух, что король, Людовик XVI, хочет бежать. Ну, среди народа преобладала вера, наивная вера в доброго короля, которая вселяла надежду, что если король из Версаля, а Версаль расположен за Парижем, вне Парижа, то если он вернется в Париж, в Лувр, Лувр, это дворец, который находится в самом Париже, королевский дворец. Так вот, если король вернется в Лувр, то, собственно, тогда исправится ситуация. И утром 5 октября толпы женщин, напрасно простоявших всю ночь в очередях у хлебных лавок, чтобы купить хотя бы одну буханку хлеба, они окружили ратушу и с криками хлеба и на Версаль ударили в набат. Ударить в набат – это ударить в колокол. Ударить в набат можно в любой колокол. Другое дело, что набат – это специализированный звон, его бьют очень определенным образом. Поэтому, когда слышат такой звон, все сразу понимают, что это бьют в набат, а не какой-то другой звон. Причем есть даже такие специальные набатные колокола, они очень хорошо слышны всей округой. Поэтому ударить в набат – это ударить в колокол, но это надо бить, причем бить определенным образом определенное время. В интернете, на ютубе есть видео о том, что такое, собственно говоря, бить в набат. Ну и вот, собственно говоря, они ударили в набат, собрали людей, примерно 6-7 тысяч человек, преимущественно женщины, с ружьями, пиками. Пики – это такие длинные копья. Также пистолетами, даже с двумя пушками они пошли на Версаль. Людовик принял делегацию женщин и обещал наладить торговое снабжение хлебом и даже вернуться в Париж. Среди депутатов в законодательном собрании не было единства по вопросу об устройстве политической власти. Причем разногласия усиливались в результате попытки Людовика XVI бежать за границу, куда уже бежали многие дворяне во имя спасения белого флага. Дело в том, что королевский флаг Франции, флаг короля, флаг бурбонов – это был белый флаг, с таким изображением трех королевских лилий. Ну, лилии так вышивались достаточно понятным таким образом. Поэтому тех уехавших французских богатых аристократов называли «белой иммиграцией», потому что они были за белый флаг короля. В итоге 20 июля 1791 года король с семьей решил бежать и тайно покинул дворец, переодевшись в одежду лаке. По чужим документам в карете они направились в сторону восточной границы, то есть в сторону Бельгии, немецких княжеств и Швейцарии. Но через два дня короля узнали в местечке Варенн и задержали и отправили в Париж. Попытка бегства короля имела очень печальные до него последствия. Многие депутаты собрания стали требовать суда над Людовиком. В 1791 году появилось законодательное собрание и была принята Конституция Франции. Большинство голосов в учредительном собрании принадлежало сторонникам конституционной монархии. То есть это были люди из богатой буржуазии и дворяне. В сентябре 1791 года учредительное собрание наконец-то приняло первую в истории Франции Конституцию, которая уничтожала абсолютизм, ограничила власть короля законами и так далее и тому подобное. Высшим органом законодательной власти становилось однопалатное национальное собрание. То есть в отличие от Англии, где во время революции появились две палаты, палата представителей и палата общины, или, например, в США, где Конгресс США разделен на Сенат и палату представителей, то здесь, собственно говоря, только одна палата национальное собрание. Второго никакого нет. И Конституция провозглашала там естественные права граждан и тому подобное. Церковные земли являлись национальным достоянием и пускались в продажу. Вместо провинций Франция была разделена на департаменты. Проще говоря, вместо области стали называться департаментами. Францию разделили на 83 департамента. Ну, по-русски говоря, на 83 области. 1 октября 1791 года вместо учредительного собрания стало работать законодательное собрание. То есть уже такой нормальный парламент. В нем лидировала группа решительно настроенных депутатов из департамента Жеронда. Их стали называть жерандистами. Среди них было много сторонников реформ, которые способствовали развитию промышленности, торговли и ликвидации монархии. Во время революции в стране, при этом во Франции, появились различные политические клубы, которые заменяли политические партии. Одной из самых известных и влиятельных являлся Якобинский клуб. Он получил название такое вот Якобинский из-за того, что члены клуба собирались в библиотеке монастыря Святого Якоба. Среди якобинцев были очень разные по своему положению люди, но в основном представители городских и предпринимательских слоев Франции. С 1791 года Якобинский клуб пользовался среди революционных масс наибольшим влиянием, поскольку объединял всех крупных политических деятелей третьего сословия. Большим авторитетом среди якобинцев пользовались Максимилиан Робеспьер и Жан-Поль Марат. Если кто-то знает историю начала Советского Союза, Второй мировой войны, то, возможно, слышали такой советский линкор Марат. Так вот, этот самый линкор был назван именно в честь французского революционера Жана-Поля Марата. В начале революции большая часть членов клуба являлась сторонниками конституционной монархии и проводимых учрительным собранием реформ, но позднее в клуб перешел в стан республиканцев. Европейские монархи вначале совершенно не хотели воевать с Францией. С одной стороны, революция являлась плохим примером для их народов, но с другой стороны, Франция, самая сильная держава на континенте, была, наоборот, ослаблена и убрана из общеевропейской политики. Это всех абсолютно устраивало. Войну между революционной Францией и Европой начали жирандисты, которые стремились укрепить свое влияние в результате победы. То есть войну начали именно сами французы. Людовик XVI, который также надеялся началом этой войны вернуть себе прежнюю власть. Ну и законодательное собрание также поддержало эту войну. Никто тогда не предполагал, что война, начавшаяся в 1791 году, продлится аж до 1815 года. Получается это почти 25 лет. Значит, видный жирандист Брессо, доказывая депутатам собрания, что все монархи Европы бессильны перед революцией, говорил, какие солдаты деспотизма, то есть монархи, могут долго простоять против солдат свободы. То есть революционных солдат. В итоге 20 апреля 1792 года законодательное собрание объявило войну Австрии. Но солдат свободы ожидали большие проблемы. Мало того, они начали активно проигрывать сражения. Среди парижан росло возмущение нерешительными действиями королевской власти. В июле 1792 года законодательное собрание обратилось к народу с призывом «Отечество в опасности». Патриотический подъем, который переживал народ, отразился в знаменитой песне «Марсельезе» или «Гимне марсельцев». Слова и музыку написал военный инженер Руже де Лиль. «Вперед, сыны отчизны, милые мгновения, славы настает» пела вся Франция. «Марсельеза» даже в начале использовалась как гимн еще самого молодого Советского Союза. Свержение, значит, тяжелое военное положение рождало в народе мысли о предательстве со стороны короля и богачей. В итоге 10 августа 1792 года около 20 тысяч повстанцев, которыми руководила коммуна Парижа, революционная городская власть, окружили королевский дворец Тьюэль-Ри. Штурм его был недолгим, но кровопролитным. Законодательное собрание приняло решение об отречении короля от власти и созыве нового верховного органа – Национального конвента. В начале сентября, то есть вот получается, что уже 10 августа была полностью свергнута королевская власть во Франции. В начале сентября 1792 года положение на фронтах для революционной армии было критическим. Иностранные армии угрожали уже Парижу. Видный политический деятель, якобинец Жорж Дантон, один из министров правительства, он призывал «настало время сказать народу, что нужно воевать абсолютно всем». 20 сентября 1792 года в сражении у деревни Вальми французские войска сумели отбить атаки прусской армии и заставили отступить. Эта победа положила начало освобождению страны от интервентов, то есть тех, кто вторгся на территорию Франции. Уничтожение монархии сделало недействительную конституцию 1791 года. Был создан конвент, и на этом конвенте была принята новая конституция в сентябре 1792 года, который провозгласил республику и признал право в представительство в конвенте за французскими колониями, то, чего в свое время не сделан парламент Англии. Правые жерандисты в этом конвенте сидели на нижних скамьях конвента, левые, большинство из них составляли якобинцы, занимали верхние скамьи, и их чаще всего стали называть горо или монтаньярами. Большая часть депутатов, около 500 человек из 750, не принадлежала ни к правым, ни к левым. Что здесь имеется в виду по поводу правых и левых? Если говорить самым простым, понятным языком, левые – это те, кто за народ, те, кто требует повышения зарплат, повышения пенсий, снижения налогов для народа, для простого населения. Правые – это те, кто по большей части требует различных льгот для бизнеса, ну, грубо говоря, для богатых, ну, или состоятельных. Они требуют облегчения различных там требований к бизнесу, снижения налогов именно с бизнеса и так далее. То есть, и вот тот пример, который приводился здесь по поводу левых и правых, это, знаете ли, такой тот еще пример абсолютно. Сейчас такие определения не используются. И, кстати, помимо всего прочего, к левым относятся социалисты с коммунистами, а к правым также относятся фашисты с нацистами. Но это уже такие условности определенные, по сути дела. На самом деле, надо пользоваться вот таким самым простым понятием, что левые – это те, кто, так сказать, требуют пенсии и зарплат для простого населения, правые – это те, кто требуют облегчения жизни для бизнесменов и предпринимателей. Вот так вот. Значит, все общество волновало вопрос о судьбе короля. И в итоге, собственно говоря, было принято решение просто казнить короля. Свергнутого короля привезли в конвент для допроса и суда. Его обвинили в предательстве, дело революции, в предательстве Франции и так далее. В Париже народ собрался на митинги и кричал «На гильотину короля!». Хотя многие были против подобной казни, но 21 января 1793 года король Франции, Людовик XVI, был обезглавлен. Казнь Людовика не только вызвала волнение среди европейских монархов, но и послужила предлогом для создания коалиции, союза против революционной Франции. Весной 1793 года австрийская армия перешла в наступление. Французские войска снова стали терпеть неудачи. Якобинцы и простонародье во всем винили жерандистов. Война, рост налогов, нарушение хозяйственных связей ухудшали положение французов. Поддержку простонародья якобинцы завоевали требованием ограничения цен. В конвенте жерандисты выступали за организацию сильных органов местной власти. Якобинцы требовали создания сильной центральной власти. Будучи приверженцами демократических норм, записанных в Декларации прав человека, гражданина, жерандисты обвиняли якобинцев в разжигании ненависти. Но попытки как-то убрать якобинцев провалились. На волне недовольства выдвинулась группа агитаторов, которые получили от жерандистов прозвище «Бешеные». В Париже обстановка была совершенно наколена. В то время на западе Франции вспыхнули уже контрреволюционные мятежи. Их главной силой было крестьянство, недовольное тем, что землю стали скупать городские предприниматели. Также преступлением власти крестьяне считали казнь короля. Все-таки среди простых крестьян считалось, что король – это тот, кто получил власть от Бога. И никто не смеет поднимать на него руку. Особенно сильными были такие мятежи в Нормандии и Вандее. В Париже городские низы требовали ареста подозрительных, каковым считались жерандисты. В ночь на 2 июня 1793 года десятки тысяч вооруженных парижан и отряды национальной гвардии окружили конвент. В итоге большая часть жерандистов была арестована, а власть перешла к якобинцам, которые провозгласили революционное правление. То есть во Франции вместо какой-то определенной демократии была установлена полная диктатура. То есть власть конкретно одной якобинской партии. Высшим законодательным органом во Франции остался конвент. Но и ему подчинялось правительство из 11 человек. Положение нового правительства при этом было очень тяжелым. Мятежи охватили 60 департаментов из 83 во Франции. Летом 1793 года молодая дворянка Шарлотта Корде убила Марата. Эту дворянку арестовали, приговорили к смерти. Но она заявила на суде, что она убила Марата, потому что она убила одного человека, иначе погибнет еще гораздо больше. В июне 1793 года конвент принял новую конституцию, провозглашавшую Францию республикой. Но все права людей, которые были описаны в этой конституции, они не соблюдались. Ведь в стране была абсолютная диктатура. Мало того, под нажимом санклютов, санклюты это очень революционно настроенные представители третьего сословия. Это не крестьяне, это различная городская беднота, какие-то мелкие лавочники, слуги, которые поддерживали революцию. Вот под их нажимом в конвенте были установлены твердые цены на предметы первой необходимости. То есть повысить цену на хлеб было нельзя. Но это вызвало только очень большую проблему. Дело в том, что те, у кого было зерно, у кого была мука, они попросту спрятали все эти продукты и сказали, у нас ничего нет. А потом стали продавать уже в обход из-под полы, то есть из-под стола. То есть в обход закону они стали продавать, повысив цены в 5-10 раз. Мало того, в ответ на это революционная власть заморозила зарплаты. То есть теперь нельзя было даже повысить зарплату. И это оказалось очень такой своеобразной ситуацией. С одной стороны, вы получаете зарплату, грубо говоря, в 100 рублей. Но если раньше хлеб стоил 1 рубль, то теперь хлеб стоит 5-10 рублей. А зарплата-то у вас осталась прежняя. То есть жрать вам становится очень и очень мало что. В этой обстановке якобинцы установили полную диктатуру. 17 сентября 1693 года конвент принял закон о подозрительных, который предписывал брать под арест и содержать в тюрьме до заключения мира всех врагов революции. Всех подозрительных. А подозрительными объявлялись все, кто сочувствовал тирании, аристократы, родственниками иммигрантов. Те, кого подозревали комиссары конвента. То есть любой человек, любой абсолютно человек мог быть признан подозрительным. Были арестованы и казнены все остававшиеся в конвенте жерандисты. Именно тогда один из последних жерандистов произнес такую фразу. Мы умираем, потому что народ спит, а вы умрете, потому что он проснется перед казнью осужденный Пере Марсельезу. А один из руководителей жерандистов, казненных в этот день, сказал. Революция пожирает собственных детей. Ведь именно жерандисты устроили революцию. В итоге их и расстреляли. Так было покончено с депутатской неприкосновенностью. В итоге гильотина, ну это устройство для отрубания головы, работала все чаще. Тюрьмы заполнялись подозрительными. Шли бесконечные расстрелы и казни. Была убита королева, бывшая королева Франции Мария Антуанетта. Комиссары, посланники конвента наводили порядок в городах Франции и в армии. Ну и солдаты республики, в большинстве своем крестьяне, желая закрепить за собой полученную землю и освобождение от старого порядка, сражались под лозунгом «Свобода или смерть». К началу 1794 года военные действия удалось перенести на территорию неприятеля. Был взят Марсель, началась осада Тулона, захваченного англичанами. Молодой артиллерийский капитан Наполеон Бонапарт предложил командованию удачный план действий и помог республиканской армии овладеть городом. Было подавлено восстание в Вандеи. Наконец, 9 октября, пал Леон, второй по величине город Франции, где так долго хозяйничали мятежники. Что ж, продолжите выписывать термины. Значит, мы начали с монархии абсолютизма, монархии парламентской, потом краткое время присутствует монархия конституционная, после этого идет республика, а после этого, несмотря ни на что, идет, так сказать, диктатура, потому что республики практически не было. Значит, потом идут различные партии, так называемые, или представители в парламенте. Изначально были раилейсты-республиканцы, потом они разделились на правых и левых, ну а после этого на жерандистов и якобинцев. Так, составьте в тетради план по теме «Революция отменяет старые порядки». Ну, очень просто. С самого начала в Конституции было записано, что отменены сословия, отменены всяческие титулы, все права этих титулов также полностью отменяются и уравниваются в правах со всеми остальными гражданами. Что здесь, собственно говоря, можно еще добавить к этому. Так, расскажите о свержении монархии во Франции. До свержения монархии произошло довольно-таки таким глупым образом. По сути, король решил бежать, он был пойман, и он был отправлен и заперт в своем дворце в Тулерии. После этого понадобился кто-то виноватый в том, что у Франции дела идут так плохо, и короля, собственно говоря, сделали этим самым виноватым, обвинили его в предательстве и таким образом казнили. В чем вы видите причину усыновления диктатуры якобинцев? Ну, дело в том, что если хотят, если, так сказать, нужна победа, то должна быть четкая, единая, централизованная власть. А все-таки при жерандистах было, скорее, очень много различных, различной болтовни. И якобинцы потому и установили жесткую власть, чтобы добиться полной победы революции. Расскажите о военных победах Франции к лету 1794 года. Но здесь революционеры сделали очень умную вещь. Большинство солдат, они были из крестьян. И пообещав, и мало того, не просто пообещав, а предоставив этим самым крестьянам, солдатам, землю, они обеспечили лояльность, то есть преданность этих солдат и то, что эти солдаты будут честно сражаться за Францию. И таким образом, собственно говоря, удалось добиться подъема, революционного такого подъема. Мораль в армии сильно поднялась, солдаты стали сражаться очень хорошо и начали идти победы. Так, продолжите составление таблицы основные события Великой Французской революции. Ну, здесь, значит, конечно же, это 1791 год, 20 июня это бегство короля, потом в сентябре это принятие Конституции, и 1 октября появление законодательного собрания. 1792 год, 20 апреля, это начало войны, потом 10 августа, это свержение короля, после этого 20 сентября это победа... Да, так, значит, 20 сентября это победа при Вальме и тогда же в сентябре провозглашение республики и постепенно казнь короля. 1793 год, это появление коалиции антифранцузской, то есть союза, который шел против Франции, и наступление войск коалиции. 20 июня 1793 года, это введение полной диктатуры якобинцев. Ну и к 1794 году, это уже победы французской армии и первое упоминание артиллерийского капитана французской армии Наполеона Бонапарта. Так, как вы думаете, соответствовали ли действия якобинцев правам человека, провозглашенным в декларации прав? Нет, не соответствовали совершенно, потому что по этой декларации никто не мог быть там арестован без суда, никто там были права человека, соблюдение там, собрание, все прочее. Но у якобинцев была абсолютная диктатура. Просто на улице могли схватить человека, потому что он никому не нравился, и отправить на виселицу без вообще всякого суда. И ничегошеньки с этим нельзя было сделать. Поэтому нет, их действия не соответствовали от слова совсем. Почему вопрос о казни короля волновал все французское общество? Ну потому что, с одной стороны, король как бы это был символом Франции. Пока он есть, есть как бы единая власть. Но, с другой стороны, именно вокруг короля, так сказать, собирались в союз все сторонники старой власти. Поэтому этот вопрос был таким серьезным для всего французского общества. Так, дайте оценку выступлению Томаса Пейна в конвенте. Ну что можно сказать? Томас Пейн был, конечно же, прав в своих решениях, но он сказал красивую речь, но, к сожалению, эта речь не возымела действия. Как бы вы решили вопрос о судьбе короля? Да уж, сложный вопрос. Даже не знаю, что на это и отвечать, собственно говоря. К счастью, мне не надо решать подобные вопросы. Каковы были последствия? Казни Людовика XVI. Они были очень тяжелыми, потому что против Франции собрался полный союз. Мало того, во Франции начались мощнейшие мятежи со стороны крестьян, для которых король все еще оставался священной фигурой. Какие силы и почему выступали против якобинцев до 2 июня 1793 года? Какими методами правили якобинцы после прихода к власти? Так вот, до 2 июня 1793 года это были жерандисты и те, кто их, так сказать, различные их союзники. После этого якобинцы уже установили абсолютную свою диктатуру, и всех жерандистов просто убрали. Какими методами правили якобинцы? Крайне жестокими. Крайне жестокими, крайне кровавыми. Но при этом, судя по тому, что Франция смогла выставить, достаточно эффективными. Рабочая тетрадь. 26 параграф. Первый вопрос. Ну, здесь просто надо перечислить по пунктам, кратко их записав. Тут достаточно просто, что значит равенство, прав и свобод граждан, защита и охрана, прав и свобод граждан. Потом источник власти, это народ Франции. Закон равен для всех. Свобода, право делать то, что не навредит другим. Свобода веры, если вера не призывает к насилию. И частная собственность неприкосновенна. Вот, собственно говоря, что было в декларации прав человека и гражданина, принятая Францией. Вот она это все и провозгласила. Далее. Расположите в хронологическом порядке. Ну, здесь, конечно, еще то заданется. В итоге получается 5, 1, 4, 10, 11, 9, 8, 7, 2, 6, 3. И получаются в вызвенных клетках 14 и 7. То есть 14 июля. Июля. 14 июля. Ну, это можно сказать, в России это называют день взятия Бастилии. Франции его называют там днем падения монархии, днем независимости. Ну, по-разному такое название. Ну, вкратце, это день взятия Бастилии. Далее, 3. Укажите на ленте времени события, выделенные курсивом в задании 2. Ну, здесь опять-таки 5, 10, 11, 8, 7, 3. Далее разгадайте кроссворд. Вот тут кроссворд, конечно, тот еще по своему заданию. Потому что, значит, первое. Изначально, конечно, что дворяне, но дворянство. Потом закон, ну, по-французски это декрет. Далее, молитва. Далее, граф Мирабо. Он упоминается в предыдущем параграфе. Потом, значит, налог это десятина. Область это провинция. Собрание национальное. Ну, и там эти последние сторонники перемен это левые. В итоге получается слово якобинцы. Далее, пятый вопрос. Значит, здесь, ну, у меня получилось такое определение, что якобинцы это сторонники углубления революционных преобразований в ходе французской революции. Так, далее, значит, представители политического направления такие действия. То есть представители якобинцев. Марат, Робеспьер, Дантон, Мирабо. Далее, шестое. Это здесь, значит, надо опять вставить слова. То есть, 1792-й преемник законодательного собрания. Продолжили играть жерандисты. Только не перепутайте с каким-нибудь другим словом. Так, далее, значит, называли равниной или болотом. Самих левых, большинство из которых вставали якобинцы. В конвенте именовали монтаньярами, людьми с горы, потому что они сидели, ну, там, так сказать, спускалось вниз, как бы, сидения постепенно спускались, как бы, лестницы. И поэтому были те, кто сидел внизу, были те, кто сидел наверху. Вот их называли людьми с горы, то есть они сидели на самых верхних скамьях. Используя приведенное описание, заполните пропуски. Ну, левые, соответственно, якобинцы, 100 депутатов. Правые, это жерандисты, 165 депутатов. И центристы, ну, можно дописать, что их называли равниной или болотом. Далее, седьмой хитрый вопрос. Составьте план ответа. Я составляю его по-своему. Здесь получается так, значит, у меня первый пункт, французская революция. Второй пункт, это жерандисты и якобинцы. Потом идут четыре подпункта. Значит, соответственно, 2-1 Мирабо, 2-2 Робеспьер, 2-3 Марат, 2-4 Дантон. Здесь я слегка перепутал просто. Потом, значит, третий пункт, это революция и война. Надо рассказать, что после начала войны дела у Франции оказались еще хуже. Потом надо, значит, пункты 3-1 революция и война. Это надо дополнить, что, значит, ситуация в экономике, что у Франции были проблемы в экономике. Потом, конечно, это мятежи в провинциях. Пункт 3-2. Потом, значит, идет уже пункт 4-й, диктатура или поражение. Пятый, установление диктатуры. И шестой пункт, это жесткие меры. Ну и вот она, контурная карта. Здесь все довольно-таки просто. Желтыми вот этими полосочками у меня закрашены страны, которые были в антифранцузской коалиции. Здесь, значит, сама по себе Испания, Великобритания. Потом Испания и Голландия здесь так отмечены по той причине, что Бельгия нынешняя, а это была провинция Испании. Поэтому там и так и обозначено на самом верху. Бельгия это была часть Испании на тот момент, поэтому там Испания. Потом Пруссия и Австрия. Красным обозначена деревенька Вальми, где, собственно говоря, были первая победа. Синими кружочками с подписями обозначены города Лион, Марсель и Тулон, которые были взяты в 1794 году. А зелеными точками обозначены места контрреволюционных выступлений 1793 года.